Лоботомия. Это жёсткий, но гарантированный способ стереть память. Префронтальная лоботомия использовалась как крайнее средство психиатрии. Инструмент, похожий на нож для колки льда, как гвоздь, аккуратно вколачивают в головной мозг. Человек после операции превращается в овощ. С 50-х годов прошлого века лоботомия под запретом в медицине. Но не в политике. Другого варианта нет. Может быть, для кого-то и увы. Что поделать? Есть политики, которые считают, что лоботомия нужна всем россиянам. Глубоко больные люди. Они страдают от тяжкого заболевания. Операция проводится по-живому. Пациенты после лоботомии становятся полностью управляемыми. Именно этого и хотят добиться современные либералы. Те, кто не может, мы научим. Те, кто не хочет, мы заставим. Потому что мы здесь власть. Типа, вам не нравится, ну убирайтесь. Или ладно, помрите на улице. По мнению этих политических докторов, право на существование получат только пережившие лоботомию россияне. В самом разгаре операция «Открытая Россия», которой руководят стратеги из-за океана. Ее цель – захват власти в нашей стране. Если я не уничтожу их, они уничтожат меня. Эту заповедь от своего главного спонсора и идеолога Джорджа Сороса либералы усвоили очень хорошо. Смена Путина на другого Путина нас устроить не может. Это враг, и мы его ненавидим. По их плану, для захвата власти в России нужно сделать две вещи. Первое – стравить между собой элиты внутри страны. Второе – превратить россиян в послушное, доверчивое бытло, управляемое Западом. Мы создадим универсальную пропагандистскую машину. Нам дали языком лизнуть властный анус. Мы провели расследование и покажем, как незаметно эти агенты Запада проникают во все сферы государства, пытаясь развалить Россию изнутри. Как стараются влиять на политику, на силовые структуры, на культуру, СМИ, финансовую систему и международные отношения России. Россия, Екатеринбург, Ельцин-центр – крупнейший центр лоботомии. Здесь удаляют историческую память. Сотни людей, которые здесь. Это меня, конечно, страшного одушевило. Я впервые здесь, в Ельцин-центре, переполняю мои ощущения, мои эмоции. Я очень благодарен создателям, спонсорам и всем тем, кто создавал это. Ельцин-центр – музей первого президента России. Открыт в 2015 году. На создание центра потрачено более 7 миллиардов рублей государственных денег. Экспозиция создана агентством музейного дизайна Ральфа Аппельбаума – американским агентством. На содержание музея ежегодно выделяются сотни миллионов бюджетных средств. Именно здесь россиянам массово вытравливают уважение к своей родине. Это и есть лоботомия. В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания. Современная лоботомия – это совсем не больно. Воздействие на мозг идет с помощью новейших технологий. Пропуском в Ельцин-центр является обязательный просмотр псевдоисторического видеоролика. В нем Россия – вечная страна рабов, которую освободил из вековых оков Борис Ельцин. Весь мультфильм, который вы только что видели, является исторической фальсификацией. Я вот когда видел эту ложь на нашу историю, меня начинало, знаешь, постепенно, скажем, шагом потрясывать все больше и больше. Те люди, которые приходят, это слушают, и начинают искренне казаться, что это официальная версия русской истории. Мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история нашей страны. Никого в нашей стране не было, кроме Бориса Николаевича. Никого. Именно Михалков был первым, кто открыто возмутился антироссийской деятельностью Ельцин-центра. Михалков первым призвал остановить массовую лоботомию. Слова режиссера мгновенно отозвались эхом Москвы. Либеральная радиостанция дала сигнал к всеобщей атаке на Михалкова. Николай Сергеевич пришел в Совет Федерации и там донес, значит, на Ельцин-центр и на меня. Надо бить в бубен, жаловаться на весь мир, что тут просто шпионы и диверсанты. Под контрольным либералом СМИ все как один бросились на Михалкова. Более трех тысяч заказных негативных публикаций всего за четыре месяца. Товарищ Навальный обещание сдержал. Сподвижники Сороса и Ходорковского сумели построить настоящую пропагандистскую машину для информационного уничтожения абсолютно любого человека. Я сессивой жемячок! Я перегрызу глаз этим скотам! Ярость последователя Джорджа Сороса понятна. Его учитель Джордж слишком долго лоботомировал Россию, чтобы позволить кому бы то ни было нарушить его планы. Лоботомия по Соросу началась 30 лет назад под видом филантропии. Можно сказать, что вы начали заниматься филантропической деятельностью в России уже в конце 80-х? Да, я думаю, что где-то с 1986 года. Для Сороса, за которым тянется целый шлейф оранжевых революций, гражданских войн, разрушенных экономик в разных уголках планеты, от Балкан до арабских стран, от Центральной Азии до Украины. Россия – самый лакомый кусок и голубая мечта. Что случилось дальше? Вы связались с женой Горбачёвой, Раисой? Я связался с фондом, организованным Раисой. Наше совместное предприятие называлось «Культурная инициатива». «Культурные инициативы» – какое красивое название. Только на деле всё было сплошным бескультурьем. Итак, Сорос сотрудничал с женой Горбачёва. Цель сотрудничества – развал Советского Союза. А дальше, как по накатанной. Именно Сорос начал перестройку, управляя Горбачёвым через его жену Раису. Именно Сорос разжигал националистические настроения в союзных республиках, раздавая американские деньги местной элите. И это было время, когда доллар в Советском Союзе стоил невероятно дорого. Не случайно Горбачёв так рьяно присоединился к шельмованию Михалкова. Президент СССР испугался правды. Да и старые связи с другом Джорджем, видимо, ещё не ослабли. Пусть занимается своим делом. Что касается политики, у него большие претензии и амбиции. И это вредит. В политику ему не нужно влезать. Горбачёв не единственный, кто стал защищать Сороса от обвинений Михалкова. К нему присоединился и давний соратник Джорджа, академик Валерий Сойфер, уехавший в 80-х на Запад и лишённый советского гражданства. После передачи «Неутомимый Джордж» на Бесогон-ТВ, который Михалков раскрыл всю правду о так называемых культурных инициативах Сороса в России, господин Сойфер срочно записал ответное видеообращение. Интересный факт. Данное видеообращение записано по инициативе «Открытой России» Ходорковского и долго украшало первую страницу их официального сайта. Так Ходорковский отрабатывает своё освобождение из тюрьмы. У Сороса всегда было уважение к России. И он сказал, надо создавать ту историческую память, которая повышает и моральное состояние людей, и даёт правильные факты. Видимо, Ельцин-центр и есть инструмент для создания той самой исторической памяти. А правильные факты по Соросу — это его роль филантропа и просветителя, печатающего правильные учебники, в которых Америка победила во Второй мировой и спасающего российскую науку в 90-х, выкупая за доллар советские разработки. Это спасло российскую науку. Господин Сойфер при этом услужливо умалчивает, что именно развал СССР, которого добился Сорос и привёл к обнищанию всего населения, в том числе и учёных. Это фирменная тактика Сороса — стравить элиты между собой, посеять хаос и ненависть, а потом под видом благодетеля обокрасть. Я пробовал множество вещей. Если что-то оказывалось успешным, я усиливал свои действия. Именно с помощью таких деятелей, как Горбачёв и Сойфер, Сорос долго кормился в России. Но всё закончилось приходом Путина. Соросу пришлось затаиться до лучших времён. Теперь понятно, почему именно Запад так усиленно просил президента России помиловать Ходорковского. Я хотел бы поблагодарить Михаила Ходорковского за приглашение. Я рад оказаться здесь и увидеть многих давних друзей. Друзья тоже заждались. Они готовились к встрече. Им было чем похвастаться. Один Ельцин-центр чего стоит. Даже Джордж не ожидал, что его ученики-либералы так хорошо освоят технику лоботомии и начнут тотальное перепрограммирование сознания населения страны изнутри России, в столице Урала. Это была крайне эффективная работа. Мне кажется, задача этого центра в том, чтобы, грубо говоря, создать у нового поколения, у молодёжи, фейковую картину 90-х годов. Троллейбус номер один из Ельцин-центра ведёт в светлое прошлое. Сегодня такой вечер, когда по правилам нужно было с собой принести какую-нибудь вещь из 90-х и про неё рассказать. Я бы, конечно, поставил всевозможный спирт-рояль, от которого умерло буквально сотни тысяч населения, умирало чуть ли не каждый год. И это должен быть музей, в первую очередь, преступлений либералов против России. Лоботомия для народа – Ельцин-центр. Лоботомия для власти – стравливание элит. Именно поэтому либералы так стараются столкнуть Михалкова с семьёй Бориса Ельцина. Ведь разговор идёт не о том, чтобы закрыть центр, а о том, чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна. Ведь поймите, я ещё раз повторяю, разговор идёт не о том, чтобы опорочить имя Бориса Николаевича. Разговор идёт не о том, чтобы кого-то там наказывать. Разговор идёт о том, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, – это великая страна. Но вдове первого президента России, Наине Иосифовне, никто не объяснил, в чём суть претензий Михалкова к Ельцин-центру. Стравить элиты любой ценой – вот цель соратников Сороса и Ходорковского. Любые средства хороши, когда речь идёт об атаке на Михалкова. Ведь Михалков открыто поддерживает президента Путина, так неугодного Ходорковскому и Соросу. Согласно их плану, антироссийский Запад должен ненавидеть Михалкова за то, что он поддерживает тоталитарный режим Путина. А часть российской элиты и, в первую очередь, семья Ельцина – за конъюнктурность взглядов Михалкова и его нападки на Ельцин-центр. Сотни статей с яркими лживыми заголовками и образ Михалкова в качестве рупора кровавой власти, поборника свобод, предателя своего бывшего покровителя Ельцина, готов. Отличный план. Столкновение элит. Первый шаг к разжиганию революции и к успешному разрушению государства. Господа Сорос и Ходорковский довольны своими соратниками. За хорошо проделанную работу следует поощрение. В качестве подарка к 9 мая Сорос и Ходорковский выбили для Ельцин-центра ни много ни мало премию Европейский музей года и приз её основателя – Кеннета Хадсона. Несмотря на все предыдущие нападки, Михалков и тут не смог промолчать. Он сразу же отметил точность выбора времени для вручения награды и логично сравнил её с железным крестом вермахта. Именно этим крестом награждались полицаи за верную службу против интересов своей же страны. Достойная награда для виртуозов лоботомии – тех, кто последовательно вытравливает историческую память из своих сограждан. С точки зрения оккупанта Соединённых Штатов Америки Ельцин-центр чётко работает на оккупационную идею. Поскольку либералы понимали, что Михалкова в полицаи завербовать не получится, они поступили как настоящие гитлеровцы. Решили стереть Михалкова с лица земли. Началась массированная атака по всем фронтам. Легионы продажных СМИ разразились сотнями обвинений в адрес Михалкова. Вот Михалкова уже обвиняют в воровстве в российском авторском обществе, занимающемся сбором авторских вознаграждений. Никого не волнует, что Михалков не имел никакого отношения к деятельности РАО. А проворовавшийся генеральный директор российского авторского общества уже как полгода сидит за решёткой. Но кого это волнует? Либералам нужна пусть и абсурдная, но яркая и эффектная ложь. По мнению соратников Сороса и Ходорковского, именно такую наживку проглотит российское общество. Агентство по страхованию вкладов заподозрило Российский союз правообладателей Никиты Михалкова, а также Российское авторское общество и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, выводя средства из МОС-Трансбанка. Вот такие сюжеты заполонили телевидение, делая из Михалкова ещё и сообщника проворовавшихся банкиров только на том основании, что в рухнувшем банке оказались счета Российского союза правообладателей, совет которого возглавляет Михалков. Согласно логике сторонников Сороса и Ходорковского, теперь каждый клиент любого проворовавшегося банка является не жертвой, а сообщником его нечистоплотного менеджмента. Следом в бой вступил главный рупор либеральной общественности — «Новая газета». Данный материал — пик фантазии и изысканности лжи по заказу. Благодаря «Новой газете» Михалков теперь не только режиссёр, но и крёстный отец российской полиции и спецслужб. Представляете, как удивились колокольцев и бортников новостям в «Новой газете»? Либеральные нападки на Михалкова по линии авторских прав имеют под собой практическую цель. Торговое представительство США давно хочет взять под контроль сферу авторского права, ведь это означает и контроль над медиапространством страны. Главный урок этой ситуации состоит в том, что если вы притесняете других, то вам стоит делать свою работу тщательно. По Соросу «тщательней» — это значит ещё больше лжи. И либералы взялись и за семью Михалкова. Первым под удар попал Артём Михалков, которого затравили за то, что делают тысячи молодых бизнесменов России. Покупку участка в элитном посёлке. Следующий удар пришёлся по старшему поколению Михалковых. Принялись за покойного Сергея Владимировича. Молодая журналистка берёт интервью у 90-летнего юбиляра и задаёт ему вопрос, как ему удалось дожить до таких лет и сохранить ясный ум, хорошую форму. И писатель отвечает, этот 90-летний юбиляр отвечает, «Я всю жизнь работал и жил честно». Ну, не очень смешно. Так пошловато, да? Ввожу контекст. Это сказал Сергей Владимирович Михалков. Примечательно. Всё это происходит в Ельцин-центре. Вот она — лоботомия в действии. Однотворческая, в кавычках, встреча с Виктором Шендеровичем. И люди уже глупо посмеиваются над Сергеем Михалковым, забыв, на чьих книгах они выросли. К 2008 году совокупный тираж книг Сергея Владимировича составил 300 миллионов экземпляров. Как это невероятная космическая цифра. Напомним завет Сороса своим соратникам. Если вы притесняете других, то вам стоит делать свою работу тщательно. По Соросу тщательней — это значит ещё больше лжи. Самый разгар либеральной кампании против Михалкова. Несколько актёров из труппы театра «Киноактера» внезапно решили, что им вдруг, спустя 4 года мирного сосуществования, стало тесно находиться в одном здании с Академией театрального и кинематографического искусства Михалкова. Было срочно организовано смелое журналистское расследование, основанное на интернет-петиции этих актёров, а точнее, на доносе нескольких участников трудового коллектива о якобы готовящемся захвате театра Никитой Михалкова. Видимо, эту атаку соратники Сороса и Ходорковского готовили наспех. Но кто поверит, что обидевшиеся на Михалкова актёры так умело организовали массовую рассылку по всем СМИ с призывом их защитить от Никита Сергеевича. Такие письма пришли на все ящики крупнейших СМИ, включая «ТАСС», «Россию-24», «Российскую газету» и далее по списку. И кого волнует, что театр киноактера уже много лет находился в затяжном кризисе, без главного режиссёра, без репертуара, в аварийном состоянии. А для самого Михалкова просьба Минкульта ради спасения театра стать его худруком стала, скорее, дополнительно бременем. Я могу гордиться своими врагами. Это очень влиятельная группа. И для меня большая честь противостоятельно. Михалкова Сорос, похоже, тоже считает влиятельным человеком. И бороться Джордж начал с ним не вчера. Достаточно вспомнить травлю Михалкова за мигалку, полученную им в комплекте с должностью председателя Общественного совета Министерства обороны. Долго глумиться сторонникам Сороса не пришлось. Увидев, как тогдашнее руководство страны сидит на параде победы, как были недопущены к параду кадеты, Михалков счёл невозможным далее возглавлять Общественный совет Министерства обороны. И тотчас же сложил с себя полномочия, вернув Позощенко мигалку в за. Неправильно, невозможно, чтобы верховный кладнокомандующий министра обороны принимали парад себе. Даже неначные политбюро, по главе Зеонида Ильича Брежнева, который через несколько дней умер, стоя принимали парад. Стоя! Потому что это есть уважение и отношение между государством и армией. А несколькими годами ранее Сорос пробовал сменить руководство Союза кинематографистов РФ в лице того же Михалкова на своих либеральных соратников. Они ходили переворотом и пытались его свершить. Это попытка рейдерским путем ввести в Союз кинематографистов либерально-атлантическую диктатуру с далеко идущими последствиями. И это, не пустые слова, в Нью-Йорке есть счет для того, чтобы решать проблемы Союза кинематографистов России. На том знаменитом съезде группа лояльных либералам-кинодеятелей выдвинула против Михалкова список аж из 14 обвинений. Для себя они наверняка считали это планом Барбаросса, и были уверены в победе, но получили достойный отпор. Мы сохранили наш Союз целостной организацией. Это в то время, когда рассыпалось все. Мы живем самодостаточно, сами себя обеспечиваем и ничего ни у кого не просим. У Союза нет долгов. Когда мы пришли в Союз, у него были такие долги, и ни копейки в кассе. Единственные финансовые отношения, которые у меня есть с Союзом, это касается тех выплат, которые мной было сделано и материальной помощи нашим бедствующим товарищам из моих личных средств на сумму почти 14 миллионов рублей. Я благодарю Бога, что он мне дал желание и возможность помогать милицайскими. Михалков ответил по каждому пункту обвинения. И как результат, практически единогласно был переизбран на пост председателя Союза кинематографистов. Либералы приватизировали не только заводы, не только землю. Они приватизировали культуру, историю и саму истину. У либерала есть только две точки зрения. Первая, за которую ему заплатили деньги его хозяева. И вторая точка зрения не просто неверная, а креветническая, лживая. Следует заметить, что господин Сорос всегда прикрывал свои лоботомические опыты культурными инициативами. В 90-е господин Сорос готовил в России настоящую метадон-героиновую революцию. Он собирался под видом заместительной наркологической терапии внедрить массовое потребление метадона. Проще говоря, лечить наркомана от одного наркотика путем подсадки на другой, на тот, поставки которого контролировал сам Джош. Мои эксперты как раз они за использование метадоново-героиновых методов лечения. Это эффективный метод снижения вреда от наркологической зависимости. Наркологическая лоботомия Сороса происходила в то время, когда Михалков снимал фильм о русском достоинстве и национальном самосознании «Сибирский цирюльник». Почувствуйте разницу между культурными инициативами Джорджа и Никиты. Выход на экраны страны «Сибирского цирюльника» для либералов стал настоящей костью в горле. Больше всего сторонников Сороса возмутило то, что русские показаны у Михалкова неправильно, то есть как нормальные люди, а не как рабы, пьяницы и наркоманы. Агентов западного влияния напугало то, что Михалковский образ России, как мощной благородной державы, даст надежду россиянам и станет вновь национальной идеей. Это напугало даже тогдашнего министра культуры Швыдкова. Он заказал на Западе разгромную книгу о фильме Михалкова. И это в условиях нехватки средств на выпуск школьных учебников. Не иначе господин Сорос помог. По мнению авторов шикарно иллюстрированной книги «Россия сибирского цирюльника» — это сказочное швамбрание, не имеющее никакого сходства с прототипом. Но более всего авторов книги возмутил в фильме 37-секундный кадр с американским флагом. На нескольких страницах книги Михалков обвиняется в том, что показал не флаг США 905 года. Звезды у либеральных прислужников Сороса не сошлись. Джордж требовал особого отношения ко всему, что связано с Америкой. Это просто один из командующих американскими информационными карательными частями. Вот так, если говорить военным языком. Командующий карательной армии. Мы хотели опубликовать новые книги и учебники, и нам это удалось. Он выпустил все учебники истории, например, в основные 90-х годов. Он научил русских школьников быть предателями своего отечества. В этих учебниках история мировой войны выглядела так, что все победили англичане и американцы, что основная война вообще велась на Тихом океане. Об уровне учебников, которые выпускал Сорос, можно судить по концовке книги о сибирском цирюльнике. Завершается этот опуск критикой еще не снятого Михалковского фильма. Отгадайте, какого. Критике подвергся фильм, который выйдет в прокат, внимание, спустя целых восемь лет. Когда же состоялась премьера «Утомленных солнцем 2» в Каннах, известный либеральный критик Виктор Матизан написал у себя в социальных сетях «Ура! Мы сделали это! Картина не получила приз в Каннах». О том, что фестивальный зал, стоя, аплодировал фильму более 20 минут, Матизан, конечно же, умолчал. Не только Михалков не угоден идеологам открытой России. Аплодировали на Западе и замечательному российскому велончелисту и дирижеру Сергею Ралдугину. До тех пор, пока благодаря стараниям Сороса и Ходорковского, Запад не узнал о том, что он, как и Михалков, дружен с Путиным. Так же, как и на Михалкова, в западных СМИ была организована массированная атака и на Ралдугина. СМИ вспомнили, что помимо творческой деятельности Ралдугин успешно занимается бизнесом. И его сразу обвинили в тайном партнерстве с президентом России. Согласно их логике, если ты друг Путина, то в самостоятельном успехе тебе полностью отказано. Интересно, почему же они не применяют такую же логику к друзьям-миллиардерам президентов США? Особое раздражение у либералов вызвали культурные инициативы Сергея Ралдугина, которые весьма отличаются от инициатив Сороса. Ралдугин свою прибыль тратил на покупку для России редких музыкальных инструментов, в том числе виолончели Страдивари. Соросы и Ходорковские привыкли Россию только доить и вывозить из неё ценности. Ещё с лихих 90-х они миллиардами переводят ворованные средства за рубеж. ЦБ сказал, что в прошлом году вывоз капитала увеличился на 50 миллиардов. Эти гигантские деньги скрыли от налоговой службы и разместили по иностранных банкам, в частности, в Швейцарске. Центробанк только в 2016 году закрыл 89 проблемных банков, многие из которых фактически действовали как либеральные финансовые пылесосы, уводившие деньги за границу. Несмотря на хрупкий внешний вид, Эльвира Набиулина уже много лет достойно выдерживает прессинг и угрозы за свою честную работу в финансовой сфере страны. От нас требуют закрывать глаза на проблемы в банках. Выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные организации, Банк России, во-первых, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а во-вторых, защищает интересы честных банков. Но агенты влияния Запада стали работать хитрей и научились проникать в самые серьёзные организации и действовать изнутри. Руководство либералов явно идёт по стопам банкира Сергея Пугачёва, который успел украсть миллиарды долларов, прежде чем сбежать из России. Пугачёв тоже умел производить впечатление и втираться в доверие к людям. Даже побывал в сенаторах. Но как только его махинации вскрылись, тут же сбежал из страны и превратился в борца с авторитарным российским режимом. Поразительно, насколько российский либерализм идёт под руку с большим воровством. По Соросу ослабление финансовой системы – одно из условий для зарождения цветных революций и разрушения страны. Поэтому либералов так раздражают попытки властей навести порядок в этой сфере. В России есть крайне реакционное крыло, которое всё время пытается пропихнуть какие-то максимальные ужесточения. В моём представлении, для них ИГИЛ должен был бы быть некой меркой, вот куда они стремятся. То есть я думаю, что Путин пройдёт этот путь до православного ИГИЛа. Православный ИГИЛ. Если бы мы не видели это собственными глазами, то вряд ли поверили бы, что это может быть произнесено или же напечатано. Эхо Москвы. Россия или православный ИГИЛ. Нью-Йорк Таймс. Михалков. Изгоняющий дьявола из России. С Нью-Йорк Таймс солидарен ещё один соратник Сороса и Ходорковского. Оппозиционер Илья Яшин. В своей статье для «Хаффингтон-Пост» «Смерть Немцова напоминает нам об изменчивости правды в России» он называет Михалкова «голосом националистического возрождения» и призывает Запад действовать, пока не поздно. Но люди, которые хотят уничтожить Россию при помощи внешней тренции, с моей точки зрения, права на политическое существование не имеют. Их позиция в том, что Россия – это негодная, неправильная страна с неправильной историей, неправильными людьми и с населением, которое ничего в этой жизни не понимает. Кроме всего прочего, это страна, которая создает геополитические проблемы для Запада, к которому они поклоняются. Борьба шла между сторонниками национального курса и суверенитета России вместе с Михалковым, который таким сторонником является, и пятой колонной сторонниками внешнего статуса России как внешнеуправляемой территории. Что будет, если те, кто сегодня практикуют лоботомию по заказу на россиянах, придут управлять страной? Очень точно в свое время сказал Михалков, что если заменить президента Владимира Путина Алексеем Навальным или любым из тех, кто причисляет себя к оппозиционным либеральным силам, Ходорковским, например, будет катастрофа. Встав у руля сподвижники Сороса и Ходорковского молниеносно превратят Россию в колонию Запада. И уже не один Ельцин-центр на Урале будет заниматься лоботомизацией населения. Будут с помпой открыты сотни и тысячи центров лоботомии по всей стране. В них россиян будут перевоспитывать в покорных рабов, ежедневно доказывая, что каждый русский ущербный, безвольный, пытло. Кто мы и какую Россию мы хотим? Какой будет наша страна решать нам? Редактор субтитров А.Семкин